Всем привет дорогие друзья автомобилисты! Владимир Акурант задает мне вопрос, это ник такой Здравствуйте Алексей, с удовольствием смотрю ваши видео. Спасибо, что делитесь вашими знаниями и опытом Ответьте пожалуйста на вопрос, можно ли смешивать антифризы разных брендов Допустим, на Далиф систему использовать другой бренд, по причине, если я не могу найти свой родной А особенно в летний период, когда охлаждающая жидкость работает на пределе, она понемногу испаряется Если кто-то из ваших близких, друзей или родственников, которые находятся за границей, оказались в сложной ситуации, нуждаются в вашей помощи И у вас есть возможность и желание им помочь материально, то у меня есть уникальная возможность помочь вам в этом Обращайтесь на эту электронную почту, пишите, я вам расскажу все условия, как и что делается Друзья мои, касательно антифризов, конечно же со временем на разных автомобилях по-разному уходит антифриз Да, уровень снижается, особенно в летний период времени, потому что идет выпаривание антифриза Но, так сказать, не самого антифриза, в основном одной составляющей антифриза, то есть дистиллированной воды Многие думают, считают, что антифриз это что-то такое отдельное, то есть вода это отдельно, антифриз отдельно Нет, антифриз это, скажем так, раствор концентрата, концентрирована этиленгриколя с добавлением определенных присадок Там и антиспенивающие, и антикоррозийные, то есть несколько видов присадок, все это содержится в антифризе Конечно же, антифризы некоторые отличаются, я не буду сейчас вас путать в наименованиях, потому что вы все равно не запомните И, кстати, это может привести, если вы не знаете, какой у вас антифриз залит был, и вы зальете другой антифриз То это может привести к тому, что, ну, какие-то проблемы могут начаться непосредственно в вашей системе охлаждения Я крайне не рекомендую добавлять антифриз лишь бы что Потому что вы не знаете, что там залито Конечно же, большинство антифризов между собой смешиваются, без всяких проблем Некоторые утверждают, что одни антифризы идут под медные радиаторы, другие идут под алюминиевые Это люди, которые абсолютно дилетанты и не понимают разницы в том, что в любом двигателе присутствует как медь, так и алюминий Допустим, есть двигатели с алюминиевыми радиаторами, но медь там все равно есть кое-где Латунь, допустим, это практически то же самое, что и медь, как вы понимаете Она присутствует, допустим, термостат тот же, я не видел ни разу алюминиевых термостатов Они обычно изготовлены из латуни и там другие составляющие системы охлаждения У некоторых есть медные радиаторы, но это не говорит о том, что головка блока цилиндров на них выполнена тоже медная Таких я не видел, везде идет алюминиевая Так что нет таких антифризов, которые подходят либо под медь, либо под алюминий Нет, конечно, это все заблуждение Ошибочное заблуждение Кто-то где-то ляпнул и понесли, как говорится, у нас-то любят рассказывать так Да, каждому двигателю рекомендован свой антифриз Если у вас заливается определенная марка антифриза, старайтесь заливать его Но, друзья мои, опять же вернемся к тому, что у вас долив идет При использовании в летний период автомобиля у вас охлаждающая жидкость выпаривается То есть она не сама выпаривается полностью, а в основном выпаривается у вас вода с нее И концентрация вашего антифриза таким образом увеличивается Что необходимо делать в этом случае, когда вы не знаете, что там залито Если вы знаете, то вы берете такой же антифриз, можно другой фирмы, без проблем Главное, чтобы маркировка его соответствовала Ну и цвет не мешайте, потому что это будет бурда, иначе у вас определенная Цвет лучше всего брать такой, как у вас залит был Тогда, чтобы он красивенький был Добавляйте его без проблем Но я рекомендую в этом случае не добавлять антифриз, а добавлять дистиллированную воду Я уже множество роликов по этому поводу делал Добавляйте дистиллированную воду Тем более немного ее обычно уходит Ну пусть там 200 мл, там 300 мл от силы Добавили туда и все Концентрацию вы снизили, то есть вы довели антифриз опять до того уровня, который был до выпаривания И никаких проблем абсолютно у вас не будет Вообще без проблем Но если вам очень сильно хочется доливать именно антифриз То подбирайте именно такой, чтобы у вас подходил под ваш антифриз, который был залит у вас в системе Маркировка такая же, цвет такой же Все купили, долили и все, и катайтесь Не можете найти, заливайте дистиллированную воду И будет все хорошо с вашим двигателем Можете даже не переживать Я делаю так уже множество лет А у меня опыт большой Поверьте мне, недавно подсчитывал Я уже за рулем 34 года Пусть это вас не удивляет Надеюсь, этот видеоролик для вас оказался полезным Если это так, обязательно ставим палец вверх и подписываемся на канал На мой канал в YouTube, а также на мой канал в DZEN Вот он QR-код Ссылочка, на него направьте камеру мобильного телефона Ну, дальше вы знаете, там перебрасывает По ссылочке подпишитесь Если вы смотрите меня с мобильного телефона или с планшета То под этим видео в описании также есть ссылка По ней перейдите и подпишитесь на DZEN канал На всякий случай Будьте здоровы, задавайте вопросы в комментариях Всем пока Субтитры подогнал «Симон»